Здравствуйте, друзья и незнакомцы из интернета! Я Майя, белорусская в Словакии, а также студентка 4-го курса медицинского факультета университета Каменского в Братиславе в Словакии. И в этом видео я хочу поговорить о том, посчитать, сколько же в Словакии словаков. Задумывались ли вы когда-нибудь об этом. Просто я живу в Словакии почти шесть лет, и как-то так вышло, может из-за того, что я живу в Братиславе, но половина, вот ровно половина, пожалуй, людей, и с которыми я знакома, и общаюсь лично, и прохожих, половина прохожих, которых я встречаю на улице каждый день, которые проходят мимо, они либо русскоязычные, либо венгроязычные. И из-за этого складывается волей-неволей такое, конечно же, обманчивое впечатление, что в Словакии как будто бы словаков от силы половина, процентов 50, что их не так уж и много. Но давайте разберемся и узнаем, конечно же, настоящие статистические данные. Буквально в прошлом, в 21-м году, проходила в Словакии последняя перепись населения. Кстати, я тоже в этом участвовала, ведь я живу в Словакии, и это обязательно. Если вы находитесь на территории страны, живете в ней, в то время, как проходит перепись населения, вы обязаны записаться, отметиться. Так вот, и по последним данным, население, все целковое обывательство, все население Словакии составляет около пяти с половиной миллионов человек. К удивлению, или, к моему удивлению, или не к удивлению, удивительно или нет, но в настоящее время население Словакии довольно однородно по своей национальности. Ведь из всего населения целых 80 процентов составляют этнические Словакии. 80 процентов. Насколько это много или мало в рамках страны, населением пять с половиной миллионов человек? Может, это, в принципе, не так уж и много. Зависит от того, с чем сравнить. Так что, да, большинство этнических Словаков сосредоточены именно на Севере. После Словаков второй по численности этнической группой являются, конечно же, венгры. И я об этом много упоминала, и вы наверняка об этом знаете. Я уверена, если вы тоже живете в Словакии, то у вас, как минимум, парочка знакомых найдется или с венгерскими корнями, венгерской фамилией, или полноценных венгров, которые до сих пор хранят свой язык и культуру, и венгерский язык для них остается первым. А словацкий... А словацкий не всегда они и знают, в принципе. Хоть и живут Словакии всю жизнь и многими поколениями. Ну, конечно же, неудивительно, что жители венгерской национальности проживают в основном на юге, возле границы с Венгрией. Вторым, по количеству, по числу жителей меньшинством этнически, являются цыгане, в основном проживающие в районах восточной Словакии. Ну, и субъективно крайне много я их видела в Кошицах. Мне кажется, вот в Кошицах их очень много. Хотя, в принципе, везде и здесь. И здесь, в Братиславе, на остановках время от времени видишь просящих цыганов. Доля цыганского населения постепенно увеличивается. Конечно, есть, существуют и примерные цыгане, которые работают, а не просто, которые попрошайничают. Не будем тут ничего обсуждать, ничего осуждать. Вообще, миграция населения — это абсолютно естественный процесс. Люди всех национальностей равны, важны. Хотелось бы еще, чтобы все были добросовестны, конечно. Часть населения Западной Словакии имеет чешскую национальность, но что тут удивительного? Словакия раньше входила в состав Чехословакии, и, я уверена, почти у каждого Словака найдется какой-нибудь дальний родственник в Чехии. И наоборот. На востоке и северо-востоке можно найти жителей русской и украинской национальности, хотя у меня ощущение, что они все в Братиславе. Правда, очень много русскоязычных, включая меня. Я не исключение, правда, нас тут, ну, очень много. Походите по центру города, да даже не по центру, 5 минут, и вы услышите русский язык. Правда. Ну, а сейчас, конечно, в связи с последними событиями, мне кажется, ну, очень много украинцев здесь будет, есть, будет еще больше. Это здорово. Здорово, что страны друг другу помогают. Когда-то, в 30-х годах прошлого века, в Словакии было много немцев. Ну, много, а насколько много? Порядком 4% целого населения страны. Но большинство из них после 45-го года было эвакуировано и или депортировано. Итак, подытожим. По данным переписи 21-го года, 83,8% этнического населения Словакии составляют Словакии, 7,7% составляют Венгры, 1,2% доли составляют Словакии. Национальности составляют около 2% и не установленные 5,5% практически. Я белорусска, и если вы белорус-словакий, вы, в принципе, уникальны, потому что нас здесь очень и очень мало. Русских много, украинцев, в принципе, много. Ну, прям белорусов-белорусов, конечно, мало. Человек буквально 50 или около 100, но не больше просто 100 человек на всю страну. Очень мало нас здесь. Если вам интересно разобрать это чуть подробней, то 83, практически 84%, составляют этническая группа чистых Словаков, порядком 84% составляют люди, которые имеют в себе не только словацкую национальность, но и национальность еще другую. 0,84% составляет чешская национальность в комбинации с другой национальностью. 8% составляет венгерская национальность в комбинации с другой национальностью, ну, чаще всего со словацкой, например. Почти 3% составляет комбинации в комбинации с другой национальностью. Ну, и еще вот, если вам интересно, прикреплю сюда еще некоторые данные более и более малых этнических групп. В общем-то, как видите, все остальные национальности, они составляют тут менее, менее полпроцента. Очень-очень мало. Я была Майя, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, можете оформить спонсорскую подписку, потому что, конечно, ладно, можете оформить спонсорскую подписку при желании, при возможности. Также смотрите другие видео на моем канале на тему медицины и Словакии. Подписывайтесь на мой инстаграм, здесь я MaybeMaya, там я MaybeMuse. И, конечно же, смейте, сияйте и следуйте за мечтой вместе со мной. Пока-пока.